Но кто бы мог подумать, до начала нашей эры оставалось добрых 300 лет, а граждане Римской империи уже наслаждались сладкими, мягчайшими пончиками. Небольшие шарики из теста обжаривали в масле, затем смазывали медом и посыпали маком. Называлось это лакомство глобулу, и его, кстати, можно легко приготовить на современной кухне. Когда римские глобулу были подзабыты, им на смену пришли средневековые крапфун или крапф. Увы, остается загадкой, почему лакомство, подаваемое в монастырях в преддверии поста, получило такое название. Одни склонны считать, что эти пончики были больше похожи на рогалики и получили свое имя от немецкого крапф, крючок. Но есть и более изящная версия. Некая Цицилия крапф, проживавшая в Вене, придумала начинять сладкие пышные булочки абрикосовым конфитюром, и легенда о невероятно вкусном лакомстве разошлась по всей Европе. Назвать Цицилиями эти булочки не додумались, а вот фамилия креативной стрепухи в кулинарной истории человечества осталась. У немцев своя легенда о создании пончиков, да и название у них соответствующее – берлинеры. Якобы во время Семилетней войны некий пекарь всеми правдами и неправдами хотел попасть на службу в артиллерию Фридриха Великого. Увы, толстячок ну никак не годился в солдаты, но настойчивому патриоту разрешили стать армейским пекарем. Неуемный кулинар решил в полевых условиях приготовить булочку для артиллеристов, смахивающую на пушечное ядро, что, собственно, и сделал, бросив шарик дрожжевого теста в сковородку с раскаленным маслом. Чуть позже кто-то догадался сделать из вкусного пушечного ядра бомбу, начиняя берлинер конфитюром. Модное блюдо начало свое путешествие по миру через Польшу, где оно стало популярным во время правления польского короля Августа Третьего. Пончики попали в Россию. Более того, польское слово «пончик» уверенно вошло в русский лексикон, потеснив исконно русскую пышку. А вот Америку, по одной из версий, пончик открыл благодаря капитану датского флота Хэнсону Грегори. Капитан стоял на вахте и жевал какую-то выпечку, когда налетевший шквал заставил его ухватиться за штурвал двумя руками. А чтобы не бросать на палубу вкусную булочку, датчанин ловко насадил ее на рукоятку штурмального колеса. Ну, красивая история, ее до сих пор можно услышать в Дании, но это, господа, всего лишь байка, не верьте. На самом деле Хэнсон Кроккет Грегори не был ни датчанином, ни моряком, хотя дырку в пончике придумал именно он, еще мальчишкой. Он с семьей приехал в Америку из Голландии. Мать Хэнсона занялась выпечкой европейских пончиков, постепенно в угоду клиентов, делая их все более и более крупными, что и привело к беде. Тесто в середине не успевало припекаться, и покупатели стали жаловаться на раздутые животы. Пончики миссис Грегори перестали покупать. Но положение спас ее сынуля Хэнсон, мудро заявив, если середину нельзя пропечь, то ее можно выбросить. Вот так появился нам знакомый пончик с дыркой. Если вам эта версия кажется неубедительной, придется ее все-таки принять, ибо 27 октября 1941 года на больших пончиковых дебатах Great Donut Debate американский суд официально признал, что дырку для пончика изобрел в 1847 году Хэнсон Грегори, мальчишкой штата Мэн. God bless him! Аллилуйя! Странно, но это эпохальное, так сказать, изобретение почему-то не было обласкано падками на сенсации журналистами. Пончик с удовольствием ели, иногда ругались за излишнюю калорийность и снова ели, забыв о диетах. Но на обложки газет и журналов он не попадал. Закончился 19-й век, пролетел 20-й, начался 21-й, и вот, наконец, это случилось. 7 июня 2013 года воодушевленный солидный пиар компании американцы впервые попробовали Egg & Bacon Sandwich on a Glazed Donut. Да-да-да, друзья, это был бутерброд из яйца бейкона на пончике. Революцию совершила компания Dunkin' Donut и, воодушевленный успехом, вскоре стала начинять пончики еще и рубленой свининой с морскими водорослями. Правда, этот деликатес все-таки пошел на ура только в Китае, где до сих пор пользуется большим спросом. Ну а я, господа, тоже решил внести свою лепту в создание нового имиджа пончика с дыркой. Попробуйте повторить мой эксперимент, уверен, что многим он понравится. Когда будете жарить гамбургеры, попробуйте парочку положить не на привычную для этого булочку, а между разрезанным вдоль глазированного пончика с дыркой. Пончик нужно слегка нагреть, положив срезом на решетку. Зелень здесь не пойдет, как и майонез с кетчупом, поэтому проложите котлету с двух сторон клюквенным соусом из банки. Сыр, кстати, тоже не забудьте. На мой вкус получается очень интересно. Я бы даже сказал великолепно. Не верите? Попробуйте. Приятного всем аппетита!